Случай в вашей жизни меня тоже удивил, не то что удивил, но здорово, что так Господь может так же в наше время, вот в наше время, не там где-то вот апостол Павел Христос ходит и исцеляет и поднимает из мертвых, вы едете в машине, и вдруг Господь, и вдруг ваша дочь на ваших глазах умирает, и буквально момент, это 30 минут, да, как я понял, вы говорите, 30 минут. Ну, не больше полчаса. Да. Что происходило, объясните, вот немножко расскажите этот момент. Я всегда интересовался вопросом, меня смущают, уже сегодня нет, слова евреям 13, 8, 13 глава, 8 стих, там написано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Ну, вчера мы знаем, что Он делал, сегодня, как бы безмолвие, Христос, кроме спасения, ничего не делает. Нет, Он работает во всех деноминациях, во всех, где Его призывают, где в Него верят, где нету духа противления, там есть Он. Но меня интересовало, Господи, ну, на самом деле, я никогда не думал, что Бог сразу нам практику допустит. Я думал, что Бог скажет, да, я воскрешаю, да, я исцеляю. У нас сразу произошла практика. И на практике мы ехали из дома домой, жили в Николаевской области, в Вознесенске. И на перевале Беркут, между Черновцами и Закарпатьем, есть слева заправка, как ехать туда. Мы заехали на заправку, ждали в очереди. И что-то случилось. Ни отсюда, ни оттуда. Никто ничего не знает. Ей вдруг стало плохо. Мы думали, воздуха не хватает. Вывели на улицу, вынесли 8 месяцев дочери, Анечка. 8 месяцев. Мы начали туда-сюда, начали плакать вместе с женой. Люди сбежались, окружили нас. А там работал, смотри, что Бог делает. Там работал тогда один сын верующей матери из Заречи Ивано-Франковской области. Он был неверующий. И он сказал, что он не может сказками этим верить, которые у нас проповедуют в молитвенных домах. В воскресенье Лазаря. Мама, ну он смердел. Ну ты можешь себе представить? Ну разве в это можно поверить? Он смотрел на эту ситуацию. А мы-то ничего не знаем. И в это время, когда кто-то вызвал скорую, а потом кто-то посмотрел на пульс и говорит, что уже сердце не бьется, она уже умерла. Мы с женой подняли, ну как артисты, как для фильма. Как бы специально подняли мертвую дочку вот так к небу и начали плакать. Я никогда не забуду, я всегда, когда вспоминаю, как бы возвращаюсь в то время, как я рыдал и плакал. Она такая красивая, она желанная. Хоть она седьмая, говорят, да всем дочерей не жалко. Хоть она седьмая дочь, но мне так хотелось, чтобы она была жива с женой. И я помню, с чего началось. Иисус, воскреси нашу дочку. Как у дочери, у вдовы сын из Наина. Остановись. Или дочь Яира. Господи. Ну, а потом я ничего не помню. Я вошел в иной мир в выступление. Жена мне рассказывает, и тот брат, что я сильно кричал на смерть. Во имя Иисуса Христа, иди отсюда. Кто тебя сюда звал? Я не знал, что такое есть учение. Практически я такое учение не нашел, что на смерть надо кричать. Но у меня так получилось. Повелевали. Неверующим, не дай Бог допустить такую практику. Я не знаю, что мы делали. Я не знал, чем оно закончится. Но три... Но и вы не контролировали эту ситуацию. Мы не контролировали. Три цели преследовал Бог в это время. А мы-то не знали. Кто знал, зачем Иосиф в тюрьме? Кто знал, зачем Эсфир вышла за языческого, за артаксистового? Кто знал? Сегодня мы знаем. То даже никто не знал. Могут ни один говорил, что это у нас за этого язычника вышло. Но для определенной цели. Бог преследовал три цели. Первая. Мы увидели, что он... Где-то до полчаса она была мертвая. И вдруг закричала два раза. Мама, мама. Мы упустили живо. Мы зашли в машину. От этой радости... Я так кричал, что... Я не слышал, чтобы 50-ти так кричали, как я тогда кричал. От радости. Жена вместе. Мы двое кричали. Это же радость. Это первая цель. Вторая. Я работал с Зинчиком, и через 9 лет мы попали в Заречье Ивано-Франковской области. И я рассказал в клубе о воскрешении жены, о воскрешении дочери. И встает один уже брат. Он уже верующий, уже женат. И говорит, брат Василий, это вы были? Я говорю, где? Ну, на заправке. Да. У вас была желтая машина. Да. У вас было двое. Вот та умершая. И еще одна дочка с вами была. Да, нас было четверо. Я того дня покаялся. Я говорю, то ты что, расскажи как? Я пришел домой. И говорю, мама, она воскресла. Кто? Я не знаю. Их было. Они, наверное, мама такая, как ты. Они так крепко молились с женой, плакали. Он именем Иисуса Христа смерть прогонял. Мама, мне так было страшно. По мне мороз ходил. Мама, она воскресла. А потом говорит, мама, я хочу покаяться. Я до воскресения не доживу. И он пал на колени и дома там покаялся. Ровно через месяц я еду в запорожскую тюрьму на Благовестие. И с своим братом из Вознесенска мы приехали туда. И один заключенный весь в наколках, 50 где-то 3 года или 4, всю жизнь по тюрьмах. Ну, не с детства, а от 16 лет. С перерывами немножко, пару лет. Он постоянно ходка за ходкой, ходка, как он говорит, на хозяина работаю. И он задал вопрос. Скажите, пожалуйста. И вы сказали, вот Бог живой. Он вам что-то сделал такое, что можно бы поверить, что это Бог сделал? Я говорю, знаешь что? Я сейчас спою для тебя Псалом 1, а потом тебе расскажу о воскрешении дочери. Когда я рассказал, он вышел наперед и сказал, задал вопрос, чем можешь доказать? Он говорит, за базар надо отвечать. Ну, извините, это слово их не надо отвечать. Я говорю, знаешь чем? Я приеду домой, если это неправда, она будет мертвая и через 3 дня похороним. А на следующий раз я приеду и скажу, что дочка умерла. Я верю, он встал на колени, он рыдал, плакал перед живым Богом за свою жизнь. И с ним еще около 16 человек посвятили себя тот день для Господа. И я понял, что три цели Бог преследовал. А еще в других тюрьмах я проповедовал, сколько людей пришло к Богу через это свидетельство. Скажи, что я Господь и нет другого больше, свидетельствуя мне, что сделан я тебе. Скитаясь по земле, ты много переносишь, теряя здесь свое семья, что данное тебе. Истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, И он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю. Да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю.